Ребят, доброе утро! Смотрите, какой у меня сестрёнка приготовила греческий пирог со шпинатом и сыром, да, Ксюш? Угу. Вот так она у нас выглядит, такая вкуснятина. Сейчас же мы смотрели уже кофе. Вот, а пока я ждала, я кушала мороженую клубничку. Вот тут сестрёнка тоже привезла с фермы. С фермы. Также мы тут нарезали сыр с лососем. В общем, мы сейчас будем объедаться. Мам, только не бестёгивай меня, я буду сейчас это делать. А ты обещала, что ты за руль сядешь вообще. А, ну ладно, сейчас за руль. Маша, а сколько тебе лет вообще? Ты вот расскажи людям. Четыре. Четыре? Да. На каком языке ты разговариваешь? На английском. Ещё? Хайбинго. Английский, испанский. Чё ещё тут? Всё, мы эта малышка разговаривают на английском, испанском и русском языке. Вот такая она у нас молодец. Я решила одеть то же самое платье, что и вчера. Вот, кстати, хочу вам рассказать про волосы. Когда я ходила, красила волосы, мне мой мастер сказал, чтобы когда я иду на пляж, я всегда наносила кондиционер, иначе они будут очень сухими. И я покупала себе и покупаю по-прежнему вот этот кондиционер от Моа. Называется он Living Conditioner. Я ссылку оставлю в описании. Очень классное средство. Вот я его сейчас нанесла, потом, когда я приду на пляж, я соберу волосы, и мне будет уже не так страшно, что они станут у меня сухими. Вот такие вот дела. Сейчас мы уже садимся в машину и поедем на пляж. Ребят, мы подъезжаем к пляжу. Как он называется? Дирдл Бич. Он находится рядом с Бокой. Ну, это прям вот. Не-не-не, не Бок, а этот пирс. Рядом с пирсом. Да, рядом с пирсом. Вот, мы сейчас ищем паркинг и будем купаться. Сегодня у нас погода прекрасная. Сколько градусов, не знаешь? Я даже не посмотрела. Ну, ладно, в общем, жарко, это самое главное. Жарко. Тут много красивых машин стоит. Здания такие кондо. Смотрите, прям такие тропические. Типа, как это? Беседочки. Беседочки, да, беседки. Боже мой, все слова позабыла. Кстати, вот смотрите, как у нас выглядит пожарная машина. Ну, хотя там маленькая какая-то, да? Обычно они больше. Вот, ладно, мы поехали искать паркинг. Как найдем, я вам покажу океан. И просто мы с вами прогуляемся где-нибудь поблизости. Вот, смотрите, у нас здесь спасатели. Мы всегда стараемся купаться рядом с ним. Все-таки мы с ребенком. Ксюш, расскажи, что означают эти флаги. Каждый день флаги разные. В зависимости от того, что в океане. Сейчас висит желтый. Это, в принципе, ну, средняя степень опасности. То есть, если висит красный флаг, соответственно, никого в воду не пускают. То есть, это запрещено. Это может быть либо... То есть, вот там вот сейчас написано, что здесь, сначала и здесь могут быть медузы. Вау. Это они пишут это каждый день? Нет, пишут каждый день. Вот сейчас на улице 82, темно-то на улице 57. Вау. То есть, они... Слушай, какие молодцы, а. Мама, мама. Да. Вот мы проходим беседку, смотрите. А мама сказала, что медузы даже кусают. Так помнишь, тебя укусила медуза в прошлый раз, когда мы были с тобой? То есть, сразу нужно идти к охраннику, чтобы он тебе помог... Спасателю. Как охранник. Вот, да, соответственно, вот они пишут. Самое опасное здесь у нас тут, в тех случаях, вообще никого не пускают в воду. Когда идет заворачивающая волна. Мама, мама, мама. Сюда идет рип, да. Там опасно в море, да? Нет, сегодня не опасно сегодня. И что, расскажи про заворачивающуюся волну. То есть, куда вот идет вот этот рип. Мама, мама, знаешь, что сказка? А жили-были, там было опасно. Жили-были, там было что? Опасно. Жили-были, там было опасно. Какой вариант. Какой вариант. То есть, как раз-таки желтый сейчас флаг показывает, потому что, как вот волна, например, то есть, есть волна, но она нормальная. Фиолетовый показывает, что все-таки есть, могут быть медузы. Кстати, вот смотрите, у нас такие мусорки тут, получается, распределяется. Вот сюда бумага, вот сюда у нас, где круглые, это бутылки, а сюда уже можно весь остальной мусор. Да, малыш? Даша, меня зовут, ты что? Даша, смотри. Кто это? Это черпак. Пошли. А, вот название, кстати, пляжа. Он уже посимпатичнее, чем вчерашний. А, и вот можно пройти вот здесь. А, все, пошли. Мы с вами заходим уже. Пляж я несу. Корзинку детскую с игрушками. Просто столько людей, это невероятно. Хотя, чего удивительного, такая попута классная. У нас сегодня какой день деле? Живем, мы просто не знаем. Маш, возьми мою обувь. Не могу. А у меня не хватает где-то. А, я послал горючку. Так, ладно, пошли. Мама! Так, все, мы идем с вами на пляж. Людей на самом деле много. Много. Они вообще работают, Ксюша? Они вообще работают, Ксюша, говорят, люди. Вот у меня. Смотрите, у нас здесь находится пирс, водичка такая красивая. Бирюзовая. И людей на самом деле сегодня очень много, потому что пятница. Единственное, что мне не нравится на этих пляжах, это то, что здесь вот эти пляжи работают, весь свет. Плюсите. Посмотрим, потрогаем. Да нет, нет. Теплые или нет, интересно. Упс! Вот там у нас парусник, смотрите, плывет. Ладно, мы пойдем, наверное, воду поискупаемся, а потом немножко позагораем. Ну что, я уже искупалась. Вода супер. Для меня теплая, для Ксюши холодная, но она уже у нас избалованная, как говорится, девочка. Привыкла к теплоте. Вот. Но единственное, ну, волны, они такие, как бы, достаточно сильные, и песок, получается, исходит из-под ног. И очень сложно, ну, вообще, плыть, в принципе, потому что тебя прям назад туда в океан втягивает. Поэтому я старалась тут поблизости просто немножко купаться, и боюсь я таких моментов, потому что у меня однажды подругу с мужем чуть ли в океан не унесло, и их спасатели спасли, поэтому я не хочу рисковать, как говорится. Но все равно погода у нас супер. Я сейчас заново сплет намазала 70, потому что чувствую, у меня уже начинает все разгореть. Ребят, меня Маша уже всю грязью обмазала, как вы можете заметить. Я сейчас сделала пару фотографий для Ксюши, и мы будем дальше купаться. Маша как-то бегает. Умы! Умы! Ну что, ребят, мы уже вернулись, покушали, приняли душ. Я просто высушила волосы, я не стала делать никакую укладку, потому что я не хочу сильно портить волосы. Я немного подкрасилась, и у меня сейчас нет никакого тона на лице, за исключением вот этого Brightening Serum от By Terry. Смотрите, просто он потрясающе выглядит на лице. Многие девчонки мне уже написали в Телеграме, что вы хотите теперь тоже его купить, но на самом деле средство очень классное. И если вы, ну, можете себе позволить, то я бы вам на самом деле его посоветовала. Единственное, что если вы прям очень светленькая, то я бы посоветовала вам взять другой цвет, посветлее, потому что этот, по-моему, самый темный в их серии. Также я нанесла себе хайлайтер от Dior в 0.3 оттенке, который я вам показывала. На губах, кому интересно, у меня вот такая помада от MAC. В оттенке она у меня Coral Bliss. Она очень красиво выглядит. Хотя вот смотрю на камеру, она даже так не передается. На самом деле у нее такой более коралловый цвет, как и называется, в принципе. Сейчас нанесу левой рукой, правда. Вот, вы можете увидеть. В общем, вот так она выглядит. Она еще, самое главное, питает губки. Я знаю, что матовые помады от MAC, они прям очень сильно сушат губы, а вот это прям просто супер. Отличный вариант на лето, особенно если у вас есть загар, то она будет просто очень красиво смотреться. Глаза я просто накрасила тушь, я оформила бровки, и в принципе все, больше у меня ничего нет. Мы сейчас пойдем прогуляемся. Также нам нужно заехать в банк. И я не знаю, Ксюша меня хочет повезти в какой-то магазин, где я могу посмотреть купальники. Потому что я взяла с собой только два купальника. Один слитный, а один вот такой раздельный. Но, если честно, этот раздельный мне не очень нравится, потому что у меня ложится загар не очень правильно, как мне бы хотелось. У меня вот прям вот эта часть, получается, она не загорела, потому что он, знаете, вот такой как сплошной. И получается, что когда я надеваю вещи более глубокого выреза, то у меня видно, что там нет загара. Поэтому мне не хочется, знаете, вот заморачиваться с тональными основами, все это, как говорится, замазывать. Легче мне купить новый купальник и уже потом правильно загореть сверху. Вот, что еще? Ладно, наверное, пойдемте с вами, потому что сестренка уже собралась, малышка уже ждет, не дождется, чтобы мы ей мороженое купили. Ну и, в принципе, пока хорошая погода, пока здесь всегда хорошая погода практически, но зимой иногда бывает прохладно. Ну, как прохладно, понимаете, там кожаную куртку оденешь, и это уже для них просто катастрофа. А в Нью-Йорке у нас иногда такие морозы бывают, что просто на улице выходить не хочется. Кстати, вот только сейчас у нас в Нью-Йорке более-менее нормальная погода началась. Сегодня уже у них потеплело, где-то 24-25 градусов тепла. А здесь у нас, ну, я думаю, минимум плюс 30, так что классно, конечно, жить в таком климате. Но, опять же, наверное, я бы не смогла жить здесь постоянно, потому что мне хочется жить в месте, где 4 сезона. И, в принципе, здесь так, ну, я имею в виду, в Нью-Йорке так и есть. Вот, ладно, сестренка уже зашла за мной, я побежала. Давайте, увидимся позже. С сестренкой едем, слушаем музыку. Мы с вами выходим на набережную. Мы хотим пройтись по саму пирсу. Вот, смотрите, тут у нас, чтобы просто прогуляться, стоит 1 доллар, а для того, чтобы рыбачить, стоит 4 доллара. Люди по-прежнему загорают, купаются. Ну, мы сейчас с вами ближе к воде подойдем и сами все увидите. Вот, смотрите, здесь у нас уже играет волейбол. На берегу вот там у нас находятся различные ресторанчики. Вот, даже вы один можете увидеть. В общем, люди отдыхают, на самом деле, что им еще делать. Особенно сегодня пятница. Завтра, наверное, в субботу вообще будет очень много людей. Ну, и мы, в принципе, гуляем. С этого пирса люди приходят, рыбачат. Там есть специальные разделочные столы, где они чистят рыбу. Соответственно, да, мужчины рыбачат. Мужчины, женщины. Кстати, стоит 4 доллара, это я только что сказала. Рыбак? Рыбалка? Да. Рыбуляция 1 доллара, рыбачить. А, 4 доллара. Да, Мария. Ты же как? Я хочу туда. Еще и расскажу тебе. Давай я тебя прямо с пирса. У нас ребенок хочет купаться. Она сегодня не накупалась, видимо. Вот, да, соответственно, мы сейчас подойдем. Да, все покажем. Люди рыбают. А вот, собственно, первый стол. А, давай покажем. Вот, смотрите, у нас первый разделочный стол. Тут у нас и раковину, можно рыбку помыть. А вот мои красавицы стоят, смотрят на воду. А вот. Вот такая у нас красота. Смотрите, какой цвет у этой красивой. Бирюзово-лазурный такой. Сейчас не сезон, но я не помню, честно, когда сезон, к нам приплывают сюда акулы. Они бывают здесь, их ловят. Были даже случаи, когда бедного мужчину покусали. Я не знаю, зачем он лез на рожу, но, в общем... Он вышел из воды с акулой, ну, с рукой. С небольшой акулкой такой, да. Но они приплывают сюда, то есть вода достаточно теплая, и они приплывают. Кстати, мы когда снимали Домсони Айлендс, мы поймали там небольшую акулу тоже. У нас в проливе, Ксюша, слышишь? Ничего себе. Вот они заплывают, да, они могут не только прям в открытой акватории, а здесь же... Проливы, тут всякие заливы, да? Разделены вот этим инлетом, да. Да-да-да, вот у нас мы как раз-таки поймали. А почему там акулы бывают здесь? Набережная. Они, коже мой, приплывают очень. А у меня, в моей стороне, где живу я, в Тампе, у нас там дельфины. Здесь дельфинов не увидишь, скорее всего, у меня дельфины есть. Да ладно, в последний раз, когда я дельфинов... Нет, ну, во-первых, естественно, в океанариуме я видела в последний раз, а до этого именно вот прям в реальной жизни я видела в Сочи. Мы купались, и они прям рядом с нами плавали. А вот так. Рыбаки, смотрите, что-то, мне кажется, один поймал, давайте посмотрим. Они как в России, лунку снимают. А? А, в лунку? Ой, боже мой, бедные мужчины. Как они могут вот это стоять на холоде, я до сих пор понять не могу. Что их просто мотивирует, мне интересно, Ксюша. Притем, которые прям рыбачат. Не которые что-то другое делают, а которые рыбачат. Да, 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 да. Клумичное и мятное. Клумичное и мятное. Давай сюда. Окей, мы взяли айскрин. Нет, джелата. Джелата? Что это? То есть... Ну, не знаю, как это. Ладно, короче. Мы взяли мороженое. Да, мы взяли мороженое. Очень вкусное, кстати. Прямо безумно вкусное. Просто оно более диетическое, да, какое-то? Да, то есть они делают из натуральных фруктов, джелата, и из, по-моему, там молоко используется легкое. Надо, кстати, погуглить, честно. Не знаю, потому что оно действительно очень легкое. Ладно, мы будем кушать, потому что оно быстро растает. Ребят, мы зашли в магазин с купальниками. Вот как раз-таки я нашла модель, которая мне интересна. Мне хочется вот такой простой купальник, чтобы я могла его завязывать, чтобы вот здесь тоже все контролировалось. Ой, завязывалось. Ну, в принципе, контролировалось тоже. Вот, тут еще огромный выбор. Так что мы сейчас посмотрим. Я примеряю, мы уже выберем, что мне купить. Твои трусы будут. Маша, что у тебя за страсть к белью и купальникам? Ты их теряешь. Маша, что ты делаешь? Ты сейчас слишком маленькая. Это вот сюда, но только когда у тебя здесь будет очень много чего. Давай снимать. Это одевается на грудку. Но грудки у тебя пока нет. Грудки есть. Мама, давай купим эти трусы. Нет, Маша, извини, конечно. Ребят, мы с вами зашли в отдел джималон. Но, если честно, я не особо понимаю их ароматы. Вот я сейчас понюхала, и что-то мне пока что ничего не понравилось. Но я бы очень хотела попробовать, точнее не то, чтобы попробовать купить их свечу, но я не знаю, какую купить. Поэтому, если у вас есть любимые, то напишите мне в комментариях. Я бы, честно, с удовольствием себе взяла. Просто я не знаю, какой аромат мне понравится. Я очень люблю такое сладкие, немного свежие ароматы. Поэтому, да. Кстати, свечки вот стоят 65 долларов здесь. Диффьюзеры. Вот такие. Ой, огромная свеча джималон, смотрите, стоит 470 долларов. Вау. Два с половиной килограмма. Мы зашли с вами в магазин Neyman Marcus. И вот тут как раз-таки продают духи. Шанал, которые есть у моей сестры. Давайте я вам покажу их быстренько. Вот они мне очень сильно понравились. И я, если честно, думаю их себе взять. Как подарок на день рождения. Выглядят они вот так. У них очень... Блин. Вот. Я не знаю, видите вы название или нет. Давайте вот так я сделаю. Вот. Вот. Они просто обалденно пахнут. Я не знаю, сколько они стоят. Что здесь цены не написаны. Но они мне очень сильно нравятся. И, конечно же, Coco Mademoiselle тоже один из моих любимых. И еще мне нравится у Chanel. Я вам вчера показывала. Вот этот Chance Chanel. И еще также мне розовый Chance Chanel нравится. Также вот посмотрите, опять же, насколько большой магазин. Но тут уже у нас люксовая абсолютно косметика. Там и Tom Ford, и YSL, и Dior, и Chanel. Что такое, Ксюш? Вот этот сублимаш. Шикарная вещь. Ну, говорят, что уже 30 еще рано. Но у тебя прям лицо сразу становится обе. С единой морщинки. Да. Но нам еще рановато. У нас также сумки продают дизайнерские. Мне очень нравится вот эта сумка от Хлоя. Только нет оттенка, который мне нравится. Вот мне вот это. Оно очень классное. На лето особенно. Ну что, ребята. У нас уже с вами сегодня последний день. Недель влогов. Уже седьмой просто влог. Если честно, я даже не верю. Настолько быстро пролетело время, что, честно, я даже не успела оклянуться. Но на самом деле мне очень понравилось снимать эти влоги. Кому-то показались они слишком длинными. Для кого-то короткими. Но, тем не менее, я знаю, что большинство из вас, они понравились. Если честно, для меня это очень ценное. И все эти люди, которые посмотрели каждое мое видео, вот честно, мне бы вас прям вот хотелось бы сейчас обнять. И вот прям искренне поблагодарить. Потому что ваша поддержка, конечно же, заряжает меня энергией. И для меня это самое-самое ценное. Поэтому всем огромное-огромное спасибо, кто был со мной. Вы у меня, честно, самые лучшие. Вот, может, блогеры и говорят это очень часто. Но я искренне так считаю. Поэтому всем огромное спасибо. Также хотела сказать, что мы сегодня позже, после того, как я вам показала, как мы зашли в Нейман Маркус, мы также зашли в магазин Sephora. Вот смотрите, какой у меня огромный пакет. Это, в общем, я набрала и повторила все свои самые любимые продукты. А все потому, что сейчас в Sephora у нас начинаются скидки. Потому что я Viproosh клиент, то у меня есть доступ первым получить эту скидку. А вообще, если вы не являетесь Viproosh клиентом, то вы можете ее получить с 20 по 23 число апреля. Вот, поэтому если вы что-то хотели себе купить, то можете воспользоваться этой скидкой. Очень жалко вообще, что в Sephora скидки всего 2 раза в год. Получается, вот весной 15%, осенью 20%. Я знаю, что в России, в наших странах, там можно и 40%, как говорится, скидку получить. Там, Ritual, например, я когда ездила, боже мой, я там тоже все скупила. Но здесь, к сожалению, таких скидок нет. И поэтому, когда есть даже возможность получить 15%, то, конечно же, я всегда этим пользуюсь. Тем более, у меня сейчас день рождения. Боже мой, вот это день рождения и вот это Viproosh sale меня просто вырывает. Потому что я все время говорю, ну, у меня же день рождения, я же должна себя как-то порадовать. И, в общем, в итоге я просто набираю все подряд. И вот такие вот пакеты у меня потом получаются. Сейчас я вам показывать не буду. Я лучше сохраню это на следующее видео. Естественно, если вам это интересно, а если интересно, то напишите в комментариях. Вот. Да, еще раз хочется вас всех поблагодарить за просмотры, за комментарии, за лайки, за поддержку, за ваши личные сообщения, которые вы мне отправляли. Вы даже не представляете, насколько мне приятно их всех читать. Возможно, я не на каждое отвечаю, потому что просто я не успевала. Нужно и снимать, нужно и монтировать. И вы сами видели, что я ложусь просто спать в 4 часа утра, в 3 часа утра. И я, на самом деле, не высыпалась все эти дни. Сегодня я хотя бы хоть немножко выспалась. Но, тем не менее, завтра я точно буду отсыпаться. Хотя, не знаю. В общем, мы завтра планируем поехать в аквапарк, покататься на горках. И, блин, я хочу вас взять с собой. Поэтому давайте мы с вами наберем 1000 лайков. Я вам в прошлом видео сказала, чтобы мы набрали 1000 лайков. Но мы с вами так не набрали. Мы набрали примерно там 420 лайков. Поэтому, если вы действительно хотите, чтобы я продолжала снимать, то я жду от вас лайков, если вы хотите, чтобы я продолжала их снимать. Также напишите в комментариях, почему они вам нравятся, что бы вы хотели увидеть в дальнейшем. Потому что для меня было бы это намного проще, если бы вы мне говорили, что мне снимать. Потому что мы сегодня с сестрой такие, куда бы нам сходить, что бы нам сделать. И, в общем, в итоге она говорит, слушай, давай ты задашь вопрос этот на канале, и мы, как говорится, уже съездим, исходя из тех запросов, которые вы нам оставите. Поэтому я жду ваших комментариев. Все, ладно, я не буду уже больше болтать. Ну что, думаю, опять видео получилось очень длинное. Но, честно, у меня самые-самые лучшие. Я просто хотела вам сказать об этом. Ладно, я вас всех целую. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok